Печаль Сатаны Мария Королевна, перевод книги Кропостиной, 1904 год, страница 308, кассета 2 С утром вернулось полное сознание, Я с горечью вспомнил все, что случилось, И невольно покорился в своей судьбе. Какое-то холодное, мертвое чувство овладело мною, и я страдать не мог. Черствая равнодушие заменила первый-вторых отчаяния, И я принял достоворотное решение больше не видать с женою. Никогда более ее красивое лицо, служащее маской для прикрытия лжи, И не искусить моего взора, побуждая меня в жалости и прощению. Это я решил. Выйдя из комнаты, где я провел ночь, я пошел к себе в кабинет и настрасил следующее письмо. Сибила, после унизительной и позорной соны прошлой ночи, Вы должны понять, что всякие отношения между нами прекращены. Князь Реманес и я мы им в Лондон. Вы можете продолжать жить в виллах в мире, дом принадлежит Вам. Так же, как и половина моего состояния, которое я перевел на Ваше имя в день свадьбы. Это позволит Вам продолжать жить с той роскошью, которая кажется Вам необходимой для поддержания Вашего аристократического положения. Я уже буду путешествовать и приму меры, чтобы никогда более не встречаться с Вами. Хотя, конечно, ради себя самого я сделаю все, чтобы предотвратить скандал. Упрекать Вас в Вашем поведении было бы лишнее. Вы потеряли всякий стыд. Вы унизились Вашим признанием порочной страсти к человеку, который Вас презирает, который, благодаря честности и благородству своего характера, ненавидит Вас за Вашу неверность и лицемерие. Я не могу простить Вам вред, который Вы причинили Мне и позор, коим Вы покрыли Мое имя. Я предоставляю Вас в суду Вашей совести, если у Вас она есть, что-то разлежит сомнению. Такие женщины, как Вы, редко страдают угрызениями совести. Более чем вероятно, что Вы никогда больше не увидите ни меня, ни человека, которому Вы предложили Вашу нежеланную любовь. Делайте из Вашей жизни, что хотите. Ваши действия мне безразличны. И я употребляю все усилия, чтобы забыть даже о Вашем существовании. Ваш муж, Джеффри Тенпест. Это письмо сложное и запечатанное. Я послал жене через ее горничную. Девушка вернулась и сказала, что отдала письмо. И что ответа нет. И ей сиятельство страдает сильной головной болью и намеревается остаться все утро в своей комнате. Я выразил столько сожаления, сколько на перстнице могла ожидать со стороны недавно женатого мужа. Потом, отдав приказание Моррису, уложил чемодан. И я быстро выпил кофе, чувствуя известную неловкость в присутствии лакеев. Однако я не хотел, чтобы у них явились какие-либо подозрения. И потому громко объявил, что мой приятель и я, мы вызваны по делам в город и останемся там один или два дня. На всякий случай я оставил адрес своего клуба. Я был рад, когда мы наконец уехали. Когда живописная, красивая архитектура вилла с мира слилась с горизонтом. Сидя в вагоне, мы мчались быстро вперед. И расстояние между нами и моим имением росло с каждой минутой. Мы долго не прерывали молчание, делая вид, что считаем утренние газеты. Наконец я отбросил скучный таймс, тяжело вздохнул. Я откинул голову, закрыл глаза. Я ужасно огорчен всем случившимся, сказал Луся мягко и ласково. Мне кажется, что я один всему виноват. Если бы леди Сибила меня никогда не видала, тогда бы я ее никогда не видал. С горечью перебил я. Я познакомился с ней через вас. Правда. И князь как бы задумался. Мое положение крайне неловкое. Я будто и виноват. А на самом деле никто не мог быть невиннее и благонамереннее меня. Он улыбнулся. Потом продолжал. Право. На вашем месте я избегну бы всякого скандала и сплетен. Я не говорю о своем невольном участии в этом грустном приключении. Мне безразлично, что будут обо мне говорить. Но ради вашей жены, ради себя самого я буду молчать, сказал я резко. Мне надо подумать о себе. Я намерен путешествовать. Как я уже говорил вам сегодня утром. Прекрасно. Поезжайте в Индии на охоту кигров, предложил Луся. Или в Америку на слонов. Многие мужья, забытые своими женами, прибегают к этому развлечению. И в данную минуту я могу назвать вам двух или трех очень известных представителей лондонской аристократии, сбежавших от домашнего очага. И блестящая загадочная улыбка озарила его лицо. Я не мог улыбнуться ему в ответ. Я угрюмо смотрел в окно на голые поля, мимо которых мы летели. На поля, лишенные жатвы, унылые и серые, как моя собственная жизнь. Поедемте зимовать в Египет, продолжал князь. Моя яхта пламя, вполне устроена. На ней мы доедем до Александрии, а потом поплывем по Нилу в местной барже. И забудем, что столь легкомысленные куклы, как женщины, существуют. Это игрушки, с которыми нам следует поиграть и бросить. Египет, Нил, пробормотал я. Эта мысль привлекла меня. Да, конечно, отчего бы и нет. Отчего бы и нет, повторил Лусио. Мое предложение, кажется, пришлось вам по вкусу. Вы должны ознакомиться со страной старых богов, где жила моя принцесса и губила души мужчин. Может быть, мы найдем останки ее последней жертвы, кто знает. Я ничего не ответил. Воспоминание отвратительного насекомого, которое, как Лусио упорно уверял, переселилась душа развратной женщины, было мне неприятно. Мне почему-то казалось, что между этой гадиной и моей женой было какое-то соотношение. Я обрадовался, что поезд остановился в Лондоне. Мы взяли извозчика и сразу окунулись в шумную городскую жизнь. Суита торговли, клик газетных мальчишек и кондукторов. Вся эта суматоха была мне приятна. Мы позавтракивали в ссовой отеле, забавляясь странностями модных франтов. Увидали молодого человека, страдающего от безмерно высокого и туганокрахмального ротника. Легкомысленные женщины с фальшими волосами и накрашенными бровями, старавшиеся подражать кокотке. Даму преклонных лет, страдающую высокими каблуками и воображающие, и что никто не замечает ее обильных форм. Красавица 70 лет, жаждущая казаться молодым красавиц, и стремящегося, как остальная молодежь, прицепиться к хвосту хорошеньких замужних дам. Эти презренные единицы презренного общества проходили перед нами, как куклу в балаганном театре, вызывая в нас не то смех, не то чувство омерзения. Пока мы еще не допивали пив и вино, одинокий господин зашел и сел к столу рядом с нашим. У него была книга, которую он раскрыл, как только заказал завтрак, и принялся читать с видимым вниманием. Я узнал обложку книги «Разности» Мавис Клер. Какой-то туман внезапно заслал мой взор, и в горло подступили слезы. Я вспомнил милое лицо, задумчивые глаза и ласковую улыбку Мавис, этой хранительницы лилии чистоты и мира. Увы, эти лилии для меня были до сфлер-транжа. Я прикрыл глаза рукой и почувствовал, что вы все на меня смотрят. Через несколько минут, как бы прочитав мою мысль, он сказал, «Судя по впечатлению, которое вполне невинная женщина производит на ум даже скверного человека, очень странно, что их так мало». Я ничего не ответил. «В наше время, продолжал князь, масса женщин, как курицы в курятнике, закудахтали о своих правах. Их мнение, желание права и высшие привилегии в том, чтобы поправлять и охранять души мужчин. Но в большинстве случаев они это право отвергают. Аристократки, даже женщины королевской семьи, поручают своим детям наемным лицам из низших сословий своих детей. И потом удивляются, что эти дети делаются или мошенниками, или идиотами. Если я был бы государственным контролером, я обязал бы каждую мать кормить и воспитывать своих детей самой, с исключением, конечно, болезненных женщин, для которых я потребовал бы свидетельства не менее двух врачей. В противном случае мать была бы подвержена тюремному заключению с тяжелой работой. Благодаря этой системе матери живо бы образумились. Лень, эгоизм, злость и расточительность женщин заставляют мужчин быть такими ничтожными, как они есть. Я взглянул на князя. Дьявол вмешался в это дело, с горючей сказал я. Если женщины были бы нравственны, мужчины отказывались бы от них. Взгляните кругом в себя. Сколько мужчин выбирает себе в жены, заведомо развратных женщин, не обращая никакого внимания на невинных, как, например, на Мавис Клер. А вы думали, а Мавис Клер быстро перебил меня Луся? Но кто из нас, мужчин, достоин выиграть столь редкий приз? Мавис не жаждет замужества, а любовь у нее есть. Весь мир любит ее. Да, но это безличная любовь, ответил я. Она не дает ей ту защиту, которая подобает ей, в которой она нуждается. Вы хотите быть ее любовником? Спросил Луся с чрезаметной улыбкой. Болись, что у вас мало шансов. Я ее любовником? Боже милосердный! Воскликнул я, и кровь бросилась мне в лицо. Что за позорная мысль? Да, вы правы. Мысль нечестивая. Вы ничего не можете сделать с Мавис Клер. Она принадлежит Богу. Ее красота не та красота, которая нравится слостолюбивым мужчинам. Я нетерпеливо взимался на своем стуле и стал смотреть в окно, перед которым желтая темза лениво расстилалась. Красота с мужской точки зрения, невозмутимо продолжал Луся. Просто хорошее мясо. Ничто иное. Мясо, красивое и кругло, облегавшее всегда неизящий скелет. Мясо деликатно окрашенное и мягкое на ощупь. Мясо в изрядном количестве на соответствующих местах. Вот все, что требуется. К несчастью тело подлежит всяким невзгодам. Болезнь портит его. Неблагоприятный климат пагубно на него влияет. Старость морщит. И смерть разрушает его. Несмотря на это, ничего другого не требует при выборе прекрасного пола. Всякий фат 60 лет, молодецкий гуляя по Пикадилле и притворяясь, что ему не больше 30, требует, как шейлок, свой фунт или несколько фунтов молодого мяса. В этом желании нет ничего не возвышенного, не интеллектуального. Однако оно существует. И благодаря этому развратные певицы кафе, концерт частенько делаются матерями нашей будущей аристократии. При этих словах мы встали, так как кончили завтрак и направились в клуб. Тут мы уселись в укромный уголок и приступили к решению наших проектов на будущее. Я не стал долго размышлять. Все части света были для меня безразличны. И мне было положительно все равно, куда ехать. Однако в посещении незнакомого для меня Египта все же было что-то привлекательное, притягивающее. Так что я согласился на просьбу Луисе поехать с ним и там прозимовать. «Мы будем избегать общества», — сказал князь. «Хорошо воспитанные молодые люди, бросающие пустые бутылки шампанского фингса, не будут иметь честь нашего знакомства. И в Каире слишком много модных кукол. Старый Нил не лишен прелести и ленивое роскошное вдохновение в Дагабя, то есть название местной лодки, будет полезно для ваших натянутых нервов. «Я предлагаю покинуть Англию через неделю». Я согласился. И пока Луся писал письма ввиду нашего путешествия, я просмотрел газеты. В них не было ничего интересного. И я вяло перечитывал огромные листы паль-маль-газет. Когда мальчик взошел в читальность телеграммы в руках. «Мистер Тэмпест?» «Да». Я схватил желтый конверт и быстро разорвав ее, прочел написанные слова, с трудом усваивая из-за значения. Содержание телеграммы было следующее. «Возвратитесь немедленно, случилось нечто страшное. Боюсь действовать без вас. Мавис Клер». Какой-то странный холод повеял на меня. И телеграмма выпала из моих рук. Луся поднял, прочитал ее, потом обратился ко мне. «Конечно, вы должны ехать. Вы можете еще успеть на поезд, который уходит в 4.40». «А вы?» Прошептал я. В горле у меня пересохло, и я говорил с трудом. «Я останусь в гранд-отеле. Я буду ждать известий». «Не теряйте времени. Мавис Клер не взяла бы на себя ответственность этой депешей без основательной причины». «Что вы думаете? Что вам кажется?» Сначала была я. Луся остановил меня. «Ничего я не думаю, и ничего мне не кажется. Советую вам ехать немедленно. Пойдемте». И раньше, чем я мог одуматься, князь вывел меня в переднюю клуба, одел, дал шляпу и велел кликнуть извозчика. Мы, кажется, даже не просились друг с другом. Ошеломленный внезапным известием из дома, который я покинул в то же утро, как думал навсегда, я почти не сознавал, что делаю и куда еду, пока не очутился в поезде, везущий меня с возможной быстротой назад в вилла с мир. Мрак приближающейся ночи окружил меня, и сердце ныло от предчувствий непредвиденной беды. Что-то страшное случилось. Но что? Каким образом Мавис Клер телеграфировала мне? Эти и бесконечные другие вопросы мучили мой ум. Я боялся прийти к какому-либо заключению. Приехав на знакомую станцию, я нанял извозчика, так как никто не дожидался у меня, и остановился у своего дома, когда короткий вечер уже сменился ночью. Глухой осенний ветер жалобно выл между деревьями, как заблудившаяся страждущая душа. Ни одной звезды не было видно на черном своде далекого неба. Как только коляска остановилась, тонкий женский облик вышел на крыльцо. Это была Мавис. И ангельское кроткое лицо было взволнованно и бледно. «Это вы, наконец!» Сказала она дрожащим голосом. «Слава Богу, что вы приехали!» Я схватил ее за руки. «В чем дело?» спросил я. Потом, оглянувшись, заметил, что прихожая была полно испуганных людей, из которых некоторые подошли ко мне бормотя, что боялись и не знали, что предпринять. Я нетерпеливо отстранил их и повернулся к мисс Клер. «Скажите мне скорее, в чем дело?» повторил я. «Мы боимся, что что-нибудь случилось с леди Сибилой», быстро ответила она. «Ее комната заперта на ключе, никто не может добиться от нее ответа». Ее девушка испугалась и прибежала ко мне над советом. Я вернулась к ней, стучалась и звала, но без всякого результата. «Вы знаете, что ее окна очень высоко от земли и не нашлось достаточной длинной лестницы, чтобы приставить к ним». Я умолял людей взломать дверь, но они отказались, все чего-то боятся. Я же не хотела взять на себя ответственность и послала вам телеграмму. Я не дал ей докончить и побежал наверх. Перед дверью передней ведущего роскошной апартаменты жены я остановился, задыхаясь. «Сибила!» позвал я. Не было слышно ни малейшего звука. Мавис, которая последовала за мной, стояла тут же и вся дрожала. Двое или трое слуг и служителей держали за перила лестницы и нервно прислушивались. «Сибила!» позвал я опять. Мне ответила все та же тишина. Я повернулся к людям, сделанным хладнокровием. «Леди Сибила, должно быть, нет в этих комнатах, она, верно, вышла, незамеченная вами. А дверь передней самостоятельно закрывается на замок. Весьма возможно, что ветер прихлопнул ее. Принесите тяжелый молоток или железный рычаг, что-нибудь, чтобы взломать дверь. «Если вы бы были поумнее, то давно вы последовали совету мисс Клер». Я заставил себя спокойно ждать, пока мои приказания исполнялись. Двое служащих явились необходимыми инструментами, и дом оглушился ударами молотка. Один за другим эти удары падали, но дубовая дверь не поддавалась. И замок также оставался невредимым. Наконец, после десяти минут усиленной работы, удалось сломать панель двери, когда отверстие было достаточно велико. Я бросился через него, прошел передний и остановился в будуаре. Тут я опять позвал жену. Я был один. Ни мои служащие, ни мисс Клер не посмели пойти за мною. Тяжелый мрак окружал меня сильно бьющимся сердцем. Я начал искать кнопку, чтобы зажечь электричество, но почему-то никак не мог ее найти. Моя рука дотронулась до разных знакомых вещей. Я узнал их ощупью. Старинные бронзы, редкий фарфор, картины, драгоценные безделушки наполняли эту комнату с той роскошью и презрением к цене, коими в былые времена окружали восточных принцесс. Бережно ступая вперед, я внезапно сдрогнул от ужаса, увидев перед собой в темноте какой-то высокий облик, белый, призрачный и светлый. Облик которой поднял руку, указывая вне путь, с выражением бесконечного презрения в грозном очертании лица. Испуганный этим явлением, я споткнулся, протянул руки и встретил тяжелые складки бархатной занавески. Благодаря этому я понял, что уже вышел из будуара в спальню. Тут я опять остановился, опять позвал Сибилу. Мой голос был бессилен подняться выше шепота. Несмотря на свою растерянность, я вспомнил, что в этой комнате электрическая кнопка находилась сбоку у туалетного стола. Я быстро взглянулся вперед. Моя рука дотронлась до чего-то холодного, вязкого, как мертвое тело, и задела шелковую материю, издававшую знакомый мне запах духов. Это неожиданное ощущение испугало меня еще больше, чем только что явившийся мне призрак. Дрожа всем телом, я попятился назад к стене и, нечаянно попав на кнопку, которую искал, нервно повернул ее. Свет мгновенно озарил комнату бледно-розовым сиянием и показал мне в двух шагах от себя какое-то странное белое создание, сидевшее перед туалетным столом и смотревшее на себя в зеркало с широко раскрытыми стеклянными глазами. Сибиро, похлепел я, моя жена. Слова остановились в горле. Неужели это была моя жена? Это замерзшая статуя, пристально глядевшая на свое отражение в зеркале. Я посмотрел на нее с удивлением, с сомнением, как на незнакомую. Мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать ее черты, ее золотисто-бронзовые длинные волосы, покрывавшие ее своими блестящими волнами. Ее левая рука беспомощно свисала с ручки кресла, на котором она восседала, как мраморная богиня, медленно, нехотя и дрожа всем телом. Я сделал шаг вперед и взял ее руку. Холодная, ледяная, блестя драгоценными камнями, она лежала на моей ладони, как восковой слиток самой себя. Я начал рассматривать каждое кольцо с каким-то непонятным тяжелым упорством, как бы ища в нем ключ к заданной загадке. Эта большая бирюза, окруженная бриллиантами, была свадебным подарком герцогине С. А пал Сибила получила от отца, чудный лучистый сафир, придерживающий ее обручальное кольцо, был подарен мной. Рубин тоже показался мне знакомым. Какая масса блестящих драгоценностей, подумал я, а сама рука лишь хрупкая глина. Я смотрелся в лицо, потом в отражении этого лица в зеркале и опять изумился. Неужели это была Сибила? Сибила была прекрасна. Это мертвое существо улыбалось дьявольской улыбкой, синими полураскрытыми губами. А в остановившихся глазах было выражение безумного ужаса. Внезапно в моем мозгу что-то как будто лопнуло. Выпустив холодные мертвые пальцы жены, я скрикнул громко, отчаянно, «Мавис! Мавис Клер!» Через несколько минут она была со мною. Одним взглядом она поняла все. Падая на колени перед умершей женщиной, девушка разразилась громким рыданием. «Бедняжка!» воскликнула она. «Несчастная, несчастная женщина!» Я угрюмо посмотрел на мисс Клер. Мне показалось странным, что она плачет над горем, которое лично ее не касается. Мой мозг горел. Моя мысль путалась. Я посмотрел на мертвую жену с ее остановившимся взглядом и злой улыбкой, принужденно сидящую в кресле и одетую в бледно-розовый шелковый халат, покрытый драгоценными кружевами по последней парижской моде. Потом ножевое, мягкостердейшее, серьезное существо, известное своим талантом во всем мире, стоявшее на коленях и плачащее над мертвой рукой, покрыто редкими камнями. И внезапно, не совладев с собой, я начал громко и дико говорить, «Встаньте, Мавис! Не стойте на коленях! Уходите! Уходите из этой комнаты! Вы не знаете, чем она была, эта женщина, на которой я женился! Я думал, что она ангел, а она оказалась демоном! Да, Мавис, демоном! Посмотрите на нее, как она глядит на себя в это зеркало! Теперь вы не можете даже назвать ее красавицей! Она улыбается так же, как улыбалась прошлой ночью, когда «Но вы ничего не знаете о прошлой ночи! Говорю вам, уйдите!» И в приливе бешенства я затопал ногой. «Этот воздух заражен! Он вас отравит! Запах Парижа с примесью смертных испарений может заразить мир! Уходите скорее! Объявите людям, что их хозяйка умерла! Велитесь спустить шторы! Надо принять все внешние меры, которые требуют приличия для выражения горя!» И я дико засмеялся. «Скажите служащим, что я дарю им роскошный траур! Все, что деньги могут сделать, будет сделано в угоду смерти! Пусть они едят и пьют, сколько влезет! Спят или говорят о смерти гроба и могиле!» «Это из любимой темы низших классов! Но меня оставьте наедине с ней! Мы должны поговорить друг с другом!» Бедная и дрожащая Мави встала и посмотрела на меня со страхом и жалостью. «Наедине!» Шепнула она. «Вы не можете остаться с ней наедине!» «Нет, могу!» Ответил я отрывисто и резко. «Это женщина и я! Мы любили друг друга! Положим, не иначе, как любят животные! Хотя мы и призывали благословение неба перед церковным алтарем! Однако мы расстались с ней дружелюбно! И хотя она мертва, я желаю провести с ней ночь! В ее молчании я научусь многому! Завтра в могилу и люди могут взять ее! На эту ночь! Эта ночь! Она моя!» Кроткие глаза девушки напомнились слезами. «Вы обезумели! Вы не знаете, что говорите! Вы даже не пытаетесь узнать, отчего она умерла!» «Угадать это нетрудно!» Ответил я быстро и взял со стола маленькую темную скляночку с надписью «Яд!» Которую я уже заметил раньше. Пузырек, как видите, пустой. Что в нем было, не знаю. Конечно, придется назначить следствие. Надо же, чтобы кто-нибудь нажился опрометчивым поступком ее сиятельства. Посмотрите, тут я указал на несколько мелко исписанных листов почтовой бумаги, едва прикрытых брошенным на них кружевным платком, и настоящую рядом чернильницу, сидевая за сохнувшим киром. Посмотрите! Это без сомнения чудное чтение оставлено для меня. «Последнее послание дорогого покойника всегда свято!» Не может быть, чтобы вы, писательница трогательных романов, не поняли этого. И поняв это, вы исполните мою просьбу и уйдете. Мисс Клер посмотрела на меня с глубоким состраданием и медленно повернулась к двери. «Да поможет вам Бог!» Сказала она со слезами. «Да утешит вас Бог!» Усохав эти слова, какой-то демон злости овладел мной, и, кинувшись к ней, я схватил ее обе руки. «Не смейте говорить о Боге!» Закричал я. «В этой комнате, в этом присутствии!» «А почему вы хотите вызвать на меня проклятие?» «Помощь Бога значит наказание, а утешение Бога страшно!» Сила должна признать, что она бессильна раньше, чем Бог поможет ей. Сердце должно разбиться раньше, чем Он утешит его. На что я говорю? Я в Бога не верю. Я верю в неведомую силу, с большой буквы, которая витает вокруг меня и гонит к могиле. Вот и все. Сибила думала, как я и без основания, не без основания. Ибо что Бог сделал для нее? С рождения она была развратной и служила лишь игрушкой сатане. Тут что-то схватил я. Прочитал написанное. Мое слово с испугом остановилось на этом. Что случилось, проговорила она шепотом. Я взял усилие заговорить. С трудом прохлепел мне ничего. И жестом умолил ее, чтобы она ушла. Должно быть... Выражение моего лица было действительно страшно. Помню, что мне склер внезапно стушевалось, и как видение во сне. Оставшись на единение, я закрыл дверь на ключ и спустил тяжелую бархатную портверу. Потом медленно подошел к мертвой жене. Сибила, сказал я громко, мы одни, вы и я. Одни. И только зеркало отражает нас. Вас мертвой, меня живого. Теперь вы мне не страшны. Ваша красота пропала. Ваша улыбка, ваши глаза, прикосновения вашей руки уже не могут возбудить во мне ту страсть, которую вы жаждали и которая вам так скоро надоела. Что вы скажете мне? Я слыхал, что мертвецы иногда говорят, и я требую от вас удовлетворения. Удовлетворения за то зло, которое вы мне причинили, за ложь, на которой вы основали ваш брак, за измену, которую вы таили в вашем сердце. Не почту ли я здесь просьбу о прощении? И я собрал написанные, исписанные листы бумаги почти ощупью, так как не мог оторвать глаз от бледного трупа в розовом халате, столь упорно глядевшего на себя в зеркало. Придвинуя стул, я сел рядом с покойницей, так что мое истощенное лицо отражалось рядом с лицом женщины-самоубийцы и продолжал пристально рассматривать свою безмолвную жену. Она была очень легко одета. Под шелковым халатом была прозрачная белая рубашка самого тонкого батиста, изрезанная прошивками, так что изящные линии ее мраморного тела были ясно видны. Я нагнулся и тронул ее сердце. Я осознавал, что оно не может биться, однако воображал, что, пожалуй, еще услышу трепетное биение. Когда я отстранил руку, что-то блестящее бросилось мне в глаза. Вокруг талии Сибилы была изумрудная змея с рубиновыми глазами, подаренная ей Лусио на свадьбу. Объявая мертвое тело, змея, казалось, жила и чувствовала. И если бы она подняла голову и зашипела, я бы не удивился. Откинувшись на спинку стула, я остался без движения, как сама покойница, и начал смотреть, как смотрела она на наше изображение в зеркало. Я расслышал в коридоре тихие шаги и шепот и понял, что некоторые из служащих дожидали меня, но мне это было безразлично. Я был весь поглощен этим страшным ночным свиданием, которое я сам себе устроил и до такой степени увлекся этой мыслью, что зажег люстру и даже стериновые свечи на туалетном столе. Когда вся обстановка засветилась и заблестела, так что труп казался еще более бледным и ужасным, я вновь уселся с тем, чтобы прочитать посмертное послание жены. А теперь, Сибила пробормотал я, примечаясь с каким-то болезненным интересом, что за последние несколько минут челюсти покойницы слегка опустились, и улыбка сделалась еще страшнее. Сознайтесь в ваших грехах, я буду вас слушать. Стое молчаливое и внушительное красноречие, как ваше достойное внимание. Вихрь ветра пронесся мимо дома, рыдая, как больной ребенок. Окна задрожали, свечи замигали. Я подождал, пока вновь не наступила тишина. Потом бросил взгляд на мертвую жену, как бы принимаясь ее слушать, я начал читать. Посмертный документ начинался резко, без обращения, кому бы то ни было. Я решила умереть не в приливе страсти или негодования, а по обдуманному желанию, пожалуй, по необходимости. Моем устало от загадок, мое тело устало от жизни. Лучше положить этому конец. Мысль о смерти, другими словами, о полном уничтожении, мне сродно. Я рада осознавать, что по моему желанию, по моей доброй воле, я могу остановить беспокойное биение моего сердца, жару, тревогу моей крови, истерпимую боль моих нервов. Несмотря на мою молодость, жизнь для меня окончательно лишена от рады. Я не могу забыть лучезарных очей любимого человека, его божественное лицо и чарующие улыбки, и все это для меня утеряно. На краткое время был моим миром, моей жизнью, моим дыханием. Он уехал, и без него вселенная не существует. Как я могла выжить без него столько дней, месяцев и лет? Однако одиночество, приятнее общества такого самодовольного, самолюбивого, надменного дурака, как мой муж. Он покинул меня навсегда, так гласит письмо, присланное мне от него через мою девушку. Я этого ожидал от него. Мужчина и его посредственного образца не способен простить такой удар его самолюбию. Если бы он изучал мой характер, разделял бы мои ощущения, выказал мне хорошую, благородную, искреннюю любовь, о которой иногда мечтаешь и никогда не находишь, я думаю, что я пожалела бы его теперь, даже попросила прощения за то, что за него вышло. Но он обращался со мной и та же, как он обращался бы с купленной любовницей. Другими словами, он кормил, одевал и покрывал меня драгоценностями, взамен чего я удовлетворяла приливы его животной страсти. Но он не выказал мне ни тени симпатий, не принес мне ни малейшие жертвы, не окружил меня простой человеческой лаской. А потому я ничего ему не должна. Теперь он и любимый мною человек уехали вместе. Я свободно делать, что хочу со своей жизнью, в конце концов, это просто ниточки, которые порвать легко. Никто не станет убеждать меня, никто не остановит мои руки, когда я пожелаю навеки успокоиться. Хорошо, что у меня нет друзей, хорошо, что я испытала лицемерие и общественную лживость мира, и что я изучила и знаю к своему горе, что бескорыстная любовь не существует, так же, как не существует дружба без эгоизма, религия без скупости и добродетель без сопровождающего и ее порока. Кто, зная все это, может пожелать жить. На краю могилы я оглядываюсь и смотрю на недолгое пространство своих лет. Вижу себя ребенком тут, в красивом виллос мире, и вспоминаю, как началась моя сознательная жизнь. Окруженная ласками и роскошью, приученная с малолетства находить удовольствие в красивых платьях в десять лет, я уже знала, что такое кокетство. Старые эруэ, пропитанные табаком и вином, любили сажать меня к себе на колени, щупать мое детское тело и целовать мои неинные губы своими вялыми губами, оскверненными поцелуями, как оток. Теперь я удивляюсь тому, как мужчины смеют целовать детей, сознавая всю прошлую грязь в своей жизни. Вспоминая также свою льстивую, корыстную бонну, запрещающую мне говорить с тем или другим ребенком, потому что с общественной точки зрения он стоял ниже меня. Затем явилась моя гувернантка, лицемерная, неизнеселомудренная дева с чудными рекомендациями и с видом безусловной благонравности. Анекдоты, которые она, французская горничная своей матери, моей матери, рассказывали друг другу в полголоса, выяснили для меня настоящие цены ее достоинств. А она, кроме глубокого презрения к этой женщине, которая прикрывала свои тайны, пороки видом крайней добродетели, я ничего к ней не испытывала и не задумывалась над загадкой такой натуры. Я жила. Как странно, что я пишу о себе, как о чем-то конченном, ненужном. Да. Я жила в каком-то сонном, идиллическом состоянии, думая, но не сознавая, что я думаю, окруженная цветами, деревьями и птицами, стремясь к вещам, о которых я не знала, воображая, что я то королева, то крестьянка. Мои стимии были весьма разнообразны, но больше всего я любила стихи. Лорд Байрон был моим героем, до сих пор он остался моим любимым поэтом. Когда я читала его любовные баллады, я мечтала о любви, которая наполнит и мою жизнь, и старалась понять, что это за чувство. Потом, внезапно, детский сон перешел, прошел. Я проснулся в грубой действительности. В 16 лет мои родители повезли меня в город, чтобы слегка ознакомить с общественной жизнью, раньше, чем вывозить меня в свет. О, это общественная жизнь! Я изучила ее до совершенства. Пока еще всему я удивлялась, проводя время с девушками моего круга и моего возраста, но которые были гораздо просвещеннее меня. Мой отец объявил мне, что велоснерпродан, что мы в него никогда более не вернемся, так как у него нет средств для поддержания такого имения. Как я плакала! Какое бешеное горе овладело мною! Я не понимала того запутанных дел, сопровождающих и богатство, и бедность. Я поняла только, что родное гнездо для меня потеряно. После этого, мне кажется, мое сердце сразу охладело и очерствело. Я никогда особенно не любила своей матери. На самом деле, я видала ее очень мало, так как она постоянно была в гостях или сама принимала гостей. А потому, когда с ней случился первый удар паралича, меня это почти не тронуло. При ней находились доктора и сиделки, а у меня еще была гувернантка. Сестра моей матери, тетя Шарлотта, приехала к нам в качестве хозяйки. И я начала анализировать общество самостоятельно, никому не высказывая своих мнений. Я еще не выезжала, но ездила повсюду, куда приглашали девушек моих лет. Я все замечала, делая вид, что ничего не замечаю. Я выработала в себе беспристрастную, холодную внешность, сознавая, что многие примут это за тупость и глупость и не будут скрывать своих пороков передо мной в убеждении, что я ничего не понимаю. И так началось мое общественное воспитание. Петлованные красивые женщины приглашали меня к себе пить чай, так как я, по их мнению, была безвредная, наивная девушка. Помню как-то раз, одна леди поцеловала при мне своего любовника. Он что-то промучал, указывая на меня, но леди его успокоила. Это только Сибила и Эльтон, а она ничего не понимает. Однако, когда он ушел, дама повернулась ко мне с улыбкой и заметила. Вы видели, как я поцеловала Берти? Я считаю его за брата. А на следующий день эта самая леди прислала мне чудное бриллиантовое кольцо, которое я вернула немедленно под предлогом, что отец мне еще не позволяет носить бриллианта. Отчего я думаю об этих пустяках, теперь, когда расстаюсь с жизнью и с ее ложью. На откосе моего окна поет птичка, такая прелестная птичка. Она, вероятно, счастлива. Я слушаю ее сладкое пение, и глаза невольно наполняются слезами. Сегодня вечером птичка все еще будет петь и радоваться, а меня уже не будет. Последняя фраза чересчур сентиментальна. На самом деле я рада умереть. Приступаю опять к своему рассказу, в котором стараюсь анализировать себя, чтобы понять, извините ли мое последующее поведение или нет. Не виновно ли мое воспитание? Или же я была зла и развращена с рождения? Во всяком случае, окружающие меня обстоятельства не были созданы, чтобы улучшить или снигчить мой нрав. Мне только что минус 17 лет, когда однажды утром отец призвал меня в кабинет и объяснил настоящее положение своих дел. Оказалось, что он был окружен долгами, что мы жили на деньги, данные нам жидовскими ростовщиками, в расчете, что я и его дочь достану себе достаточно богатого жениха, чтобы уплатить все долги с их высокими процентами. А отец выразил надежду, что я буду действовать разумно, и что когда появятся какие-либо претенденты на мою руку, я предупрежу его, дабы он мог сделать справки насчет их материального положения. В тот же день я поняла впервые, что я просто товар, который желательно сбыть с рук по самой высокой цене. Я выслушала отца молча, потом спросила его, а о любви, значит, мечтать не надо. Старик засмеялся, как теперь помню, и ответил, что легче полюбить богатого человека, чем бедного, и что со временем я это пойму. Он прибавил с легкой заминкой, что для того, чтобы свести концы с концами, он согласился взять под свое покровительство молодую богатую американку Мисс Чезни, которая, желая попасть в высшее лондонское общество, предлагала за это и за шапронство тети Шарлотты две тысячи фунтов в год. Я не помню, что именно я ответил, а помню только, что мои скрытые чувства вырвались в порыве такой ярости, что отец растерялся. Американскую пансионерку в нашем доме это было возмутительно, невозможно. Мой гнев, однако, был бессилен, сделка была уже подписана, и мой отец, забыв свой старый род и свое общественное положение, унизился до уровня простого содержателя меблированных комнат. С этой минуты я потеряла к нему всякое уважение. Конечно, можно возразить, что я была не права, что я должна была гордиться им за то, что он отдал в найму американке свой древний титул. Но с этой точки зрения я не могла смотреть на вопрос. Я углубилась в себя более, чем когда-либо и создала себе заслуженную репутацию холодности, надменности и горделивости. Мисс Чизни приехала и всеми силами старалась завязать со мной дружбу. Но тщетно. Она кажется добрая девушка, но вульгарна и не воспитана, как все американки, несмотря на то, что они стремятся быть похожими на нас. Я возненавидела ее со дня ее приезда и нисколько не скрывала своих чувств. Однако я знаю, что она будет графиней Эльтон, как только приличие это позволит, скажем, через год по смерти матери. И трех месяцев вношения лицемерного траура по мне. Отец воображал, что он еще молод и хорош с собой. К тому же он не может устоять против миллионов, которые Диана принесет ему в приданное. Когда американка поселилась в нашем доме, тетя Шарлотта стала выезжать с ней. Я перестала ездить в свет, не желая показываться вместе. Я проводила много времени у себя в комнате за чтением. Все модные современные романы прошли через мои руки и просветители. Но не улучшили меня. Один день, день, который врезался мне в память, как нечто вроде повелось в моей жизни, мне попала книга одной известной писательницы. Книга, которую я не сразу поняла. Я прочла некоторые места по два раза. И внезапно ужасающее ластолюбие, коим каждое слово было пропитано, озарило меня. В приливомерзении я бросила книгу на пол. Однако все выдающиеся журналы напечатали благоприятные отзывы об этом романе. Критики говорили, что он полон храбрых мыслей и блестящего ума. Одни условиями его так хвалили, что я решила прочитать его вновь. Мало-помало, вкратчивая глушность этого сочинения, проникла в мой ум и впиталась в него. Я начала думать об этом через несколько некоторое времени и нашла наслаждение в этих мыслях. Я послала за остальными книгами того же мерзкого автора и с каждым днем мой аппетит к походовой литературе возрастал. Как раз в то время одна из моих приятелей содержала мне два-три тома стихотворения из Свинберна. Было бы чересчур долго передавать впечатление, вызванное во мне этим поэтом. Скажу лишь одно. Благодаря этому чтению я потеряла и ту маленькую долю веры, которая во мне еще теплилась. Теперь мне это безразлично. Без любви, без надежды, без веры. Я стою на краю вечного безмолвия, вечного мрака. Но ради тех, которые еще сохранили утешительное понятие о религии, я спрашиваю себя, как в так называемой христианской стороне такие богохульные стихи, какие встречаются у Свинберна, дозволены свободно распространяться между публикой? С того момента, как я прочитал Свинберна, я отбросила христианскую религию как нечто отжившее, непонятное, и никогда больше о Христе не думала. Я знала, что никто не укрикал Свинберна за его направление, что он пожнал лавры, как будто облагодетельствовал человечество, и что не нашлось ни одного пастора достаточно храброго, чтобы засунуть глотку этому безумцу и богохульнику. И так я пришла к заключению, что Свинберн прав в своих суждениях и продолжала жить в ленивой роскоши, упиваясь зловредными романами. Если у меня была душа, в то время она умерла, и чистота моего ума пропала навеки. Свинберн в числе других помог мне умственно, если не физически, пройти через такую школу пороков, что лучше и не надо было. Я считала мужчин за животных, и женщин почти такими же. Я не верила ни в честь, ни в добродетель, ни в правду. Я была равнодушна ко всему, за исключением одного. Я решила поставить на своем, когда дело коснется любви. Я допускала возможность брака на чисто денежных основаниях. Но любовь все же будет моя. То есть любовь, как я ее понимала, не идеальная, но такая, какую описывает Свинберн. Да и все современные писатели. Я начала задумываться над тем, когда и где я встречу своего любовника. Мысли, которые в то время наполняли мне голову, заставили бы содрогнуться от ужаса всех, так называемых, моралистов. Но для внешнего мира я была примерной молодой девицей, сдержанной и горделевой. Мужчины желали, но боялись меня, так как я никого не поощряла, не находясь у человека достойного такой любви, какую я могла бы дать. Большинство молодых людей походили на обезьян, хорошо одетых и чисто выбритых, но с той же улыбкой, с водострастными глазами, как косматый житель американских лесов. Когда мне минало 18 лет, я начала серьезно наезжать, то есть меня представили ко двору. В тот день я имела огромный успех, меня осматривали с ног до головы. И те женщины, которые были уже слишком стары, чтобы завидовать мне, а открыто хвалили меня, в то время как молодые с трудом вскрывали свою чрезвычайную злобу. Я исполнила свою обязанность довольно быстро. И на следующий же день узнала, что мой дебют дал мне положение первой красавицы в Лондоне. Или, другими словами, что я официально попала на брачный рынок. Моя жизнь проводилась в одеянии, в одевании, в снимании, в фотографии своей, в сеансах у модных портретистов, в смотринах, на которые выступали и мужчины, желающие жениться. Было выяснено обществу, что меня купить нельзя ниже известной цифры, цена была слишком высока для большинства покупателей. Как мне прийти на это вечное пребывание на брачном рынке? Какая ненависть, какое презрение вселилось во мне к людям и к низкому лицемерию, окружавшему меня? Я вскоре убедилась, что деньги – единственный двигатель общественного успеха, что высшие представители нашей аристократии с радостью едут к грубому плебейцу, если у него довольно средств, чтобы хорошо накормить их. Лично я никогда не могла терпеть невоспитанность этих порвеню. Через некоторое время однообразие и пустота всех великосвестских удовольствий до такой степени надоели мне, что я заболела нервной лихорадкой. Меня послали на берег моря с одной моей кузиной, которая я почти что полюбила ради огромной разности наших характеров. Бедная Эва. Она была чрезвычайно болезнена и умерла два месяца до моей свадьбы. Итак, она и я в сопровождении горничной отправились в Кромер. Там, сидя на скалах, кузина боязно спросила меня, читала ли я Мави Склер. Я ответила отрицательно. И она протянула мне книгу под заглавием «Крылья психеи». «Прочитай», сказала она серьезно, «и ты поймешь, что такое счастье». Я засмеялась и не поверила ей. Почти все нынешние писатели стараются внушить чувство отвращения к жизни и ненависть к людям. Однако, чтобы угодить кузине, я прочла данную книгу. И хотя она не осчастливила меня, однако внушила удивление и глубокое уважение к женщине, автору. Я навела на ее счет справки и узнала, что это была женщина молодая, хорошенькая, с незапятнанной репутацией, кое-единственные враги были критики. Это последнее обстоятельство так подняло ее в моих глазах, что я немедленно купила все, что она написала, и ее произведения стали для меня в некотором роде убежищем, покоя. Ее теория насчет жизни странной, паотичной, идеальной и красивой. Хотя мне не удалось применить их к собственной жизни. Желание, чтобы в ее словах была частица правды, поддерживала и утешала меня. И женщина похожа на свое творчество. Она тоже странна, поэтична, идеальна и красива. Мне кажется непонятным, что в данную минуту она находится в каких-нибудь десяти минутах ходьбы от меня. Я могла бы послать за ней и все ей рассказать, но она помешала бы мне исполнить мое решение. Она прильнула бы ко мне с чистой женской лаской, поцеловала бы меня и прошептала, «Нет, Сибила, нет, вы сама не своя, приходите ко мне и отдохните!» Странная прихоть пришла мне в голову. Я открою окно и позвожу ее. Она, может быть, в саду, пожалуй, идет ко мне. Если она услышит меня и ответит, кто знает. Может быть, мое решение поколебуется и судьба примет иное направление. Ну что же, я позвала ее. Трижды я послала ее имя Мавис в теплый солнечный воздух. Только маленькая птица ответила мне, «Мавис, она не придет сегодня. Бог не выберет ее своим посланником. Она не может угадать, не может знать ту драму, которая живет в моем сердце. Драма сильнее и жгучее всех театральных трагедий. Если бы она знала меня такой, как я есть, что бы она подумала? Перенесусь к тому времени, когда любовь овладела мной. Любовь страшная, сильная, бесконечная. Какая бешеная радость охватила меня, каким безумным восторгом загорелась моя кровь, какие волшебные сны наполнили мой ум. Я увидала Лусио, и мне показалось, что чарующие глаза ангела ввели счастье в мою душу. С ним был его друг и герой самонадеянный, себе любивый дурак и миллионер Джеффе Темпест. Он укупил меня, и благодаря этому закон наградил его именем моего мужа. Тут я приостановился и поднял голову. Казалось, глаза мертвой женщины впились в мое изображение в зеркале, голова слегка упала на грудь, и все лицо до странности напоминало лицо графини Эльтон, когда последний удар паралича поразил ее. «Подумать, что я любил это», сказал я громко, указывая пальцем на бледный труп. «Какой я был болван, такой же болван, как все мужчины, посвящающие свою жизнь обладанию женского тела. Если бы после смерти была бы иная жизнь, если бы эта тварь имела душу, похожую на ее отравленное тело, то даже черти отвернулись бы от нее столь она омерзительно». Электричество замерцало, мертвое лицо как будто улыбнулось, в соседней комнате пробили часы. Я ударов не стал считать, но аккуратно, сложив листки рукописи, принялся опять за чтение с удвоенным вниманием. «С того момента, когда я увидала Лусио Римонезо», так продолжалось посмертное признание Сибилла, «я отдалась и целой любви. Я слыхала о князе еще раньше, от отца, который, как я узнала, своему стыду, занял у него довольно крупную сумму денег. В первый же вечер нашего знакомства отец откровенно объявил мне, что наконец явился случай пристроить меня. «Выходи за Римонезо или за Тенпеста, за того, которого тебе удастся поймать», сказал он. «Князь баснослонно богат, но он окружен какой-то таинственностью, никто не знает, откуда он приехал. К тому же он женщин ненавидит. У Тенпеста пять миллионов, и он добродушный простак, советую тебе». «На лично Тенпеста». Я ничего не ответила и не дала никакого обещания. Вскоре я узнала, что Луся не намеревался жениться и пришла к заключению, что он предпочитает быть любовником многих женщин, чем мужем одной. Для меня это не было причиной меньше любить его. Я просто решила, что буду одной из тех счастливых, которые сумели возбудить в нем хотя бы мимолетную страсть. Я вышел за Тенпеста в надежде, что после свадьбы у меня будет гораздо больше свободы. И знаю, что большинство мужчин предпочитает связь с замужней женщиной, всякому другому увлечению. И я думаю, что Луся с удовольствием согласится на мои планы. Но я ошиблась. И из этой ошибки вытекли и мое горе, и мое недоумение, и страдания. Я положительно не понимаю, почему человек, любимый мной, любимый так страстно и так беззаветно, презирает и ненавидит меня с такой силой ненависти. В наше время на каждом шагу встречаются женщины, которые помимо законного супруга имеют любовника. И современная литература это поощряет. Так почему же обвиняют меня, находя мои желания преступными, пока не дошел публичного скандала, то кому до этого дело? Положительно, не понимаю. Если бы мы верили в Бога, интересующегося нашей нравственностью, то это было бы понятно. Но говорят, что Бога нет. Я только что страшно испугалась. Мне показалось, что слышу голос Луся, зовущего меня. Я прошла через все комнаты, открыла двери на лестнице и прислушалась. Но никого не было. Я одна. Я сказала людям, чтобы меня не беспокоили, пока я не позвоню. Но я никогда не позвоню. Внезапно мне пришла странная мысль. Я ведь не знаю, кто такой Луся. Он величай себя князем. И этому я охотно верю, хотя князья так измельчали, что он мог бы свободно не принадлежать этой отжившей касте. Ну и из какого царства он приехал? И какому народу он принадлежит? На эти вопросы Луся никогда не отвечал. На минуту перестаю писать, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Как я хороша! С восхищением примечаю глубокий, чарующий блеск моих глаз, обрамленных густыми темными ресницами, мягкую окраску щек и губ, милый закругленный подбородок с одной ямочкой, чистые очертания шеи, белоснежьи груди, блестящие волны роскошных волос. Все это было давно мне для соблазна мужчин. Однако, Луся, которого я люблю всем моим живым, прелестным существом, не находит во мне никакой красоты и отвергает меня с таким презрением, что вся моя душа содрогается от нестерпимой боли. Я стала на коллеге перед ним, я молила его и поклонялась ему, но напрасно. Вот почему я должна умереть. Он сказал лишь одно, в котором мне послышалась надежда, несмотря на то, что его голос звучал резко и глаза смотрели жестоко. Потерпите, шепнул он, мы вскоре встретимся. Что он хотел этим сказать? Какая у нас может быть встреча? Теперь, когда смерть закрывает дверь к жизни и даже любовь была бы бессильна спасти меня. Я открыл свой ящик с драгоценностями и вынул из него спрятанный мой пузырек яда. Этот яд был дан мне одним из докторов, ухаживавших в последние дни за матерью. Заприте это лекарство на ключ, сказал он, и смотрите, чтобы употребляли его только в виде наружного втирания. В этом пузырьке достаточно яда, чтобы убить десять человек, если они нечаянно проглотят его. Я смотрю на бутылочку с удивлением, яд бесцветный, его не больше одной чайной ложки. Однако он вернет меня в вечный мрак и закроет навсегда разнообразные виды Вселенной. Такое маленькое средство может совершить так много. Я обвела себе талию подарком Лусио. Чудная змея впилась в меня, как бы имея поручение от него приласкать меня. Ах, если бы я могла поверить столь приятному поручению. Я дрожу, но не от холода и не от страха. Мои нервы разыгрались. Это инстинктивное содрогание тела сознания близости смерти. Как солнце ярко освещает мое окно. Его бездуши золотистой блеска освещал смерть множеству несчастных, не омрачаясь даже проходящей тучкой в виде сожаления. Если был бы Бог, я представляю себе его таким, как солнце, славным, неизменным, чудным, но немилосердным. Мне кажется, что я теперь готова. Мне больше нечего сказать. И прощения я просить не буду. Я такая, как меня создали. Гордая, самовольная, сластолюбивая женщина, не находящая никакого позора в свободной любви, никакого преступления в супружеской неверности. Если я безнравственна, то могу честно сказать, что моя безнравственность поощрялась всеми людьми, окружающими меня. я вышла замуж как большинство моих сверстниц, исключительно из-за денег. Я любила как большинство женщин моего круга из-за внешней чисто физической привлекательности. И я умираю, как те женщины умрут, никому не веря, ни на кого не надеясь. Я уже держала яд в руках, когда услыхала за собой чьи-то подкрадывающиеся шаги. Я быстро взглянула в зеркало. За мной стояла мать. Ее лицо бледное и безобразное, как во время последней болезни, ясно отражалось передо мною. Я скочила, обернулась к ней, ее уже не было. Теперь я вся дрожу, нарисовывая холодный пот, машинально я мочила платок в духе и провела его по лбу, чтобы отделась от отвратительного душащего меня чувства дурноты. Как это глупо! Не все ли равно теперь, когда я сейчас умру? Я и в привидение не верю, однако поклялась бы, что мать только что была здесь. Это просто оптический обман, вызванный состоянием лихорадочного возбуждения, в котором я нахожусь. Синие духи на моем платке напоминают мне Париж. Я как теперь вижу магазин, где купила их, и приказчика с новощенными мусиками и необъяснимой французской манерой выражать поклонение, в то время как он подает счет. Я даже засмеялась этому воспоминанию. Мое лицо приветливо улыбается мне навстречу, глаза блестят, совсем огнем молодость, а коли лагут ямочки, то появляются, то исчезают, придавая мне выражение чарующей мягкости. Однако через несколько часов моя красота разрушится, через несколько часов черви будут вылезать из этих самых милых ямочек. Мне пришла мысль, что мне следовало бы помолиться, это было бы лицемерно, но общепринято. Чтобы умереть по указанию моды, надо просветить несколько минут церкви. Но я молиться не стану. Было бы трусостью с моей стороны повторять молитву, которую я не повторяла с детства, только чтобы угодить каким-то невидимым и невозможным властям. Я им не верю и думаю, как гамлет, что по ту сторону нашей жизни все безмолвие и тишина. Я не могу оторвать взгляд от пузырька с ядом. Он совершенно пуст. Я проглотила все до последней капли. Я выпила яд быстро, как выпивает отвратительные лекарства, не давая себе ни одной минуты на размышления. Вкус был едкий, горький и вызвал жгучее ощущение на языке. Но пока я не чувствую никаких странных или болезненных последствий. Я буду следить за выражением своего лица в зеркале. Я хочу видеть на себе первый отпечаток смерти. В счисле ощущений это будет нечто новое, нелишенное интереса. Моя мать здесь, здесь, со мной, в комнате. Она двигается взад и вперед в каком-то беспокойстве и машет руками, как бы желая что-то высказать. У нее такой же вид, как тогда, когда она умирала, только более жизненный, более сильный. Я пошла за ней, чтобы остановить ее, но она ускользнула от меня. Я позвала ее дважды. Мать, мать, но ее бледные губы не пошевельнулись, не произнесли ни малейшего звука. Ее лицо было так страшно, что минуту тому назад я упала впереди на колени, умоляя ее уйти, оставить меня. Она остановилась в своем беспрерывном хождении, посмотрела на меня и улыбнулась. Но что это была за улыбка? Мне кажется, что на минуту я потеряла сознание, так как очнулась на полу. Острая, безумная боль охватила мое тело. Я скосила на ноги, закусила губы до крови, боясь, что во моей растерзанной груди вырвется крик, который созовет сюда весь дом. Когда припадок кончился, я увидала, что мать стоит уже рядом со мной и смотрит на меня странным выражением в глазах ни то удивление, ни то жалости. Неверными шагами я отошла от нее и уселась в прежнее место, кресло. Теперь я спокойна и сознаю, что она лишь отражение моей болезненной возбужденности. Я воображаю, что она здесь, зная, что она давно умерла. Неописанная пытка превратила меня вновь на несколько минут в стонущее, корчащее, беспомощное существо. Действительно, доктор был прав. Яд смертельный, боль ужасная. Мое тело дрожит, как в лихорадке, и каждый нерв трепещет. Глядя на свое лицо в зеркале, я вижу, что оно уже изменилось. Она осунулась и побледнела. Краска сошла с губ, и глаза как-то неестественно выпятились. В углах рта и на висках появилась небывалая синева, и на шее голубые жилки судорожно бьются. Как бы я не мучилась, теперь уже спасения нет. Я решил остаться на том же месте до конца, чтобы изучить все признаки приближающегося разрушения. смерть со своей косой близка, она соберет мои волосы в свои костлявые руки, как собирает сноб зрелой пшеницы. Мои бедные, красивые волосы, как и любила их, как берегла, а вскоре не будут лежать ненужные в сырой, холодной земле. пламенный огонь сжет мою ум и мое тело. Я вся горю, горло засохло от жажды. Я выпила несколько стаканов холодной воды, но это не облегчило меня. Солнце обливает комнату своим беспощадным сиянием. Я хотела встать, опустить шторы, но не имея на это сил. Сильный свет острепляет меня. Серебряные предметы моего туалетного стола блестят. как обнаженные сабли. Мне надо делать страшные усилия, чтобы продолжать писать. Голова кружится, и я дышу с трудом. Минуту тому назад я думала, что уже умираю. Нестерпимые боли разрывают меня, и я позвала бы на помощь, если бы могла. Но голоса больше нет, я могу только шептать. Я повторяю свое имя Сибила, Сибила, и едва слышу его. Моя мать стоит рядом со мной, она как будто чего-то ждет. Мне кажется, что она только что сказала, пойди, Сибила, пойди к своему избранному любовнику. сибири. меня опять окружила тишина, какое-то бесчувствие овладела моим телом, и боли я не ощущаю. Но я вижу свое лицо в зеркале, и знаю, что это лицо умершей. Теперь скоро настанет конец, еще несколько тяжелых вздохов, и я буду в покое. Я рада этому. Мир и я, мы никогда не были друзьями. Я убеждена, что если бы мы знали до рождения, что такое жизнь, мы никогда бы не захотели жить. Но нас не спрашивают. Безонний страх внезапно охватил меня. Что если смерть не то, что говорит наука? Что если она переход к иной жизни? Неужели я теряю одновременный разум и храбрость? Откуда явилось это странное сомнение, неожиданно вкравшееся в мой ум? Я начинаю недоумевать. Необъяснимое сознание неизбежного ужаса медленно подкрадывается ко мне. Я физически больше не страдаю, но что-то сильнее физической боли угнетает меня. Описать это чувство я не могу. Я умираю, умираю, и я утешаю себя этой мыслью. Через некоторое время я буду слепа, глуха и бесчувственна. Отчего окружающий меня безмолвие внезапно оглашается странными звуками. Я прислушиваюсь к ним, развещаю крик бешеных голосов, отдаленный голос сильного грома. Моя мать стала ко мне еще ближе, она протягивает мне руку. О, Бог, мне надо писать, писать пока еще возможно. изо всех сил я цепляюсь за тонкую нить, которая придерживает меня еще к земле. О, дайте мне время раньше, вернуть меня в этот мрак и в это пламя. Я должна ради других написать страшную истину, как я вижу ее. Смерти нет, она не существует и умереть я не могу. Я выхожу из своего тела, я отрываюсь от него постепенно в непонятной несказанной пытке, но я не умираю, меня уносит в какую-то другую жизнь, широкую, неопределенную. Я вижу новый мир, полный какими-то темными существами, бестелесными, но все же видными. Они приближаются ко мне, манят меня, я в полном сознании, я слышу, я думаю, я узнаю. Смерть — это человеческий сон, выданный людьми для утешения, но ее нет. Во всей вселенной существует только жизнь. О, бесконечное несчастье! Я не могу умереть, мое земное тело едва дышит, перо, которое я держу, пишет почти безволю моей дрожащей руки, но эти муки, муки рождения, а не смерти. я удерживаюсь изо всех сил и стараюсь не попасть в темную окружающую меня бездну, но моя мать тут, она тащит меня, и я не в силах ее оттолкнуть. Теперь я слышу ее голос, она говорит ясно и смеется, как будто плачет. Пойди, Сибилла, душа моего ребенка, пойди навстречу своему любовнику, посмотри, на ком ты основала свою веру, душа женщины, воспитанной мной, возвратись откуда ты пришла. Но все-таки я цепляюсь за свою земную оболочку и с него и дружью вглядываюсь в темную пустоту. Теперь я окружена какими-то крыльями, ярко пульсовыми крыльями, они наполняют пространство окутают меня, толкают и носятся вокруг, болезненно впитываясь в меня, как летучие острые стрелы. Мне надо писать, писать моей умершей телесной рукой. Еще одно мгновение, о, страшный бог, еще одно мгновение, еще одно мгновение, чтобы я успела написать правду и сущность смерти, кое ужасные тайны жизни, неведомы людьми. Я живу, новая, сильная, пылкая жизнь не совладела мною, хотя мое смертное тело почти мертвое. Легкий судорог, мелкая дрожь, еще проходят по нему, но я вне тела и уже не принадлежа ему, заставляю умирающую руку написать последнее признание. Я живу, я живу, к моему нежу с неотчаянию, к моему несказанной муке, я живу. О, бесконечная тоска этой новой жизни хуже всего то, что Бог, в котором я сомневалась, Бог, в Который меня учили не верить и Которого сотни тысяч людей ежедневно оскорбляют, этот Бог существует. Если бы я захотела, то могла бы признать Его на земле, могла бы признать Его на земле при жизни, это сознание внушено мне теперь, теперь, когда меня отрывают от смертной оболочки, тысячи рыдающих голосов мне это кричат, но слишком поздно, слишком поздно, огненные крылья толкают меня, странные бесформенные существа окружают и гонят вперед в огненную гиенну, повинуйся мне, мертвая рука, еще раз, раньше, чем я уйду, мой измученный был заставить тебя написать этот ужас, чтобы зимние глаза могли бы прочитать и зимние души опомнить я знаю наконец кого любила, кого выбрала, кому поклонялась, о Боже, помилосердствуй, я знаю, кто теперь требует моего поклонения и тащит в мир мучения и огня, его имя, тут рукопись прерывалась недоконченной, недосказанная, после последнего слова было чернильное пятно, как будто кто-то вырвал перо из ее рук и бросил его, ударив о бумагу, четыре соседней комнаты пробили опять, я резко встал со своего стула и задрожал, самообладание покидало меня и расстроенные нервы брали вверх, я искосо посмотрел на мертвую жену, объявившую в каком-то сверхчеловечном умирающем усилии, что она еще живет, каким-то необъяснимым образом она оказалась писала уже после своей смерти в безумном желании высказать что-то, чего она все-таки не высказала. Ее окоченилый труп наполнял меня ужасом, я не смел дотронуться для него, едва смел на него смотреть. Какое-то безумие охватило меня, и мне тоже показалось, что яркие крылья толкают меня вперед, вперед в описанную ей бездну. Я нервно сжал рук пись в руке, взгляд упал на пол, где лежал платок, пропитанный парижскими духами, о которых мертвая женщина говорила. Я поднял его и положил рядом с ней на стул, где она сидела, продолжая всматриваться в собственное уродство. Блестящие глаза змеи, окружающие ее талии, спились в мне, как живые. Холодный пот выступил на моем теле. Каждый нерв тревожно бился от страха. Я повернулся и тихими бесшумными шагами направился к двери. Когда я дошел до нее и поднял тяжелую портьеру, инстинктивное чувство заставило меня оглянуться на страшное зрелище этой модной красавицы, смертельно бледной и отталкивающей. Смотревшей на свое смертельно бледное и отталкивающее отражение. Какой бы это был хороший образец для дамского модного журнала. «Ты говоришь, Сибирла, что ты не умерла?» Пробормотал я в полголоса. «Не умерла, но живешь». «Так если ты живешь, то где же ты, Сибирла? Где ты?» Тяжелая многозначительная тишина ответила мне. Свет электрических ламп, падая на труп, в его шелковом блестящем одеянии казался каким-то неестественным и душистый запах в комнате отзывался чем-то могильным земляным. Панический страх охватил меня. Я бросился к двери, отодвинул тяжелый занавес и быстро закрыл от себя ужасный вид умершей женщины, которую при жизни я любил, как любят все слабострастные мужчины. Я оставил ее, даже не приложившись на прощание к ее холодному лбу. Мне надо было подумать о самом себе, а она этим орла. Я пропускаю подробности общественного удивления и вежливого сочувствия, вызванной внезапной смертью моей жены. На самом деле никто не воревал. Старики недоумевали и подымая брови и плечи закуривали лишние папироски и меняли тему разговора, так как она была неприятная и угнетающая. Женщины радовались исчезновению слишком красивой соперницы, а большинство великосветских людей перебирали подробности этой трагической смерти с каким-то едва скрытым наслаждением. Вообще мало кто сожалеет даже об исчезновении выдающегося человека. Вы можете быть уверены, что если обладаете красотой или умом, общество уже жаждет вашей смерти и при жизни постарается сделать вас несчастным. Благодаря моему неизмеримому богатству все, что касалось самоубийства Сибилла, было уважно чрезвычайно хорошо. Два доктора, которым я заплатил солидную сумму, засвидетельствовали, что леди Сибилла умерла нечаянно от слишком сильной дозы усыпляющего лекарства. Конечно, такой приговор был высшей степени порядочный и дал повод мелким журналистам написать статью об опасности усыпляющих средств. Условия закона порядка и благопристойности были соблюдены мною до сепетильности. Я переплатил много, что было, конечно, главное, и все остались довольны тем, что заработали этой неожиданной смертью. Своей чрезвычайной роскошью похороны наполнили радостью сердца содержателя бюро похоронных процессий. Садовники тоже ликовали, так как были завалены заказами всевозможных венков. Когда гроб несли к могиле, то его положительно не видно было, до такой степени он был завален цветами, преимущественно розами и лилиями, служащими эмблемой красоты и чистоты умершей. Но между всеми выражениями соболезнования и карточками с трогательными надписями не было ни одного искреннего сожаления, ни одного выражения действительного горя. Лорд Эльтон в качестве представителя отцовской скорби был великолепен. Но на самом деле я думаю, что он не сожалел о кончине дочери, так как с ее смерти исчезало единственное препятствие к его браку с мисс чезни. Мне кажется, что Диана чезни сама грустила, конечно, насколько может грустить легкомысленная американка. Пожалуй, ее грусть была скорее испугом. Смерть Сибилы потрясла ее своей внезапностью. Вот и все. Между нервным расстройством и неэгоистичным горем существует такая громадная разница. Низ Шарлотта Фицрой приняла известие о смерти племяннице с тем невозгонутимым спокойствием, коим отличаются религиозные старые девы. Она отложила свое вязание и произнесла «Да будет Божья воля» и послала за своим любимым священником. Пастор приехал, остался с ней несколько часов, причем выпил несметное количество крепкого чаю и на следующее утро причастил ее в церкви. После этого мисс Фицрой вернулась к своему не выказывая ни малейшей грусти. Я, как муж-миллионер, представлял, конечно, больше интереса для общества, чем все остальные. Вид у меня был крайне пристойным, благодаря партному, который облег меня в безукоризмный траур с ног до головы. В душе я признавал, что из меня вышел бы великолепный актер. До такой степени я хорошо сыграл роль убитого горем человека. Лусио на похороны не приехал. Он прислал мне коротенькую записку, в которой я вероятно пойму, почему он не решается приехать. Я, конечно, понял, и оценил его деликатность по отношению меня и моих чувств. Но, как это не покажется странным, я никогда не жаждал его общества, как именно в эти дни. После похорн самые близкие родственники поехали завтракать со мной вилла с мир. И я отлично помню, что пока мы еще сидели за столом, лорд Эльтон рассказал мне весьма скабризный анекдот. Подрядчики, действующие на похорнах, закусили весьма изрядно внизу моих служащих, и сумма суммарум смерть моей жены доставила удовольствие многим людям и напомнила немало карманов. Своим самоубийством Сибила не принесла обществу потерю, которую трудно было бы заменить. Она была просто бабочкой между другими бабочками, только ее крылья были пестрее и блестящие. Никто искренне не сожалел о ней. Я ошибаюсь. Мисс Клер горевала искренне без всякого притворства. Она цветов не присылала, но пришла на похороны и простояла тихо и безмолвно, пока зарывали могилу. Потом, когда вся толпа хлынула обратно к воротам кладбища, она подошла к свежей разрытой земле и положила на нее крест из белых лилий, собранных в собственном саду. Я зайти к ней и все рассказать ей раньше, чем уехать с Лусио на восток. Смерть Сибилова отложила мое путешествие на каких-нибудь пятнадцать дней. Настал час, когда я исполнил свое решение. День был холодный, дождливый, и я застал Мавис в своем кабинете, сидящей около пылающего камина. На ее коленях расположилась маленькая Трикси, а у ее ног лежал огромный Сен-Бернар. Мисс чтение. Над нею ввела невозмутимая минерва, строгая, неприкосновенная. Когда я взошел, Мавис встала, отложила книгу, спустила с колен собачку и пошла мне навстречу с выражением крайней симпатии в глубоких глазах и бессловесной жалости в изгибах прелестного рта. Как было мило, что она жалела меня, и как странно, что я сам себя не жалел. После нескольких слов неловкого приветствия я сел и молча стал следить за ней, пока она подкладывала дрова в уже пылающий огонь. Вы, конечно, знаете, сказала наконец резко, что история слишком сильной дозы лекарства ложь, и что моя жена преднамеренно приняла яд. Мавис посмотрела на меня с постраданием. Я боялась, что это так, начала она нервно. Тут нечего бояться, и не на что надеяться, перебил я почти грубо. Сибирла отравилась, и вы знаете почему? Потому что она с ума сошла от собственной греховности и сладострастия, потому что она любила преступной любовью моего друга Лусио Римонез. Мавис скрикну и задрожала. Вы верно читаете скоро, продолжал я. Это одно из преимуществ литераторов. Быстро просматривать рукописи и одним взглядом усваивать их тайный смысл. Прочтите это. Я протяну ей посмертную исповедь Сибиллы. Позвольте мне остаться здесь, когда вы узнаете, что это была за женщина, вы скажете, достойна ли она была сожаления или нет. Простите меня, мягко произнесла Мавис. Я предпочла бы не считать того, что не для меня написано. Но оно было написано для вас, как и для всех. Нетерпеливо восстегну я. Рукопись никому не адресована и в ней даже говорится про вас. Я прошу вас, нет, я приказываю вам прочитать это признание. Мне необходимо ваше мнение, мне нужен ваш совет. Вы может быть поможете мне сочинить подходящую надпись для монумента, который я намерен построить в ее честь и драгоценную память. И закрыв лицо руками, чтобы скрыть злобную улыбку, внезапно исказывшую мне лицо, я протянул ей рукопись. Мисс Клер взяла ее и нехотя стала читать. Наступила тишина, нарушаемая лишь треском горящих дров и легким храпом собак, греющихся перед камином. Я взвинул исподобие на женщину, славе которой я одно время завидовал, на ее тонкий стан, на головку увенчанную чудными мягкими волосами, на чуткий чистый профиль и белую ручку классически точеную, державшую листы так твердой, одновременно так нежно. И я подумал, какие олухи, те критики, которые воображают, что могут сорвать заслуженные лавры с таких размышляя, я увидал, как ее глаза напомнились слезами. Зачем она плачет, подумал я, над рассказом, который меня нисколько не тронул. Я вздрогнул от неожиданности, когда ее голос, трепетавший от боли, внезапно прервал тишину. Маль вскочила, посмотрела на меня, как на какое-то видение. Неужели вы светлые не видите востык волна? Что все это означает? Неужели вы не понимаете и не знаете, кто ваш злейший враг? Мой злейший враг, повторил я в изумлении, но я удивляюсь вам, Мавис, что общего между мной или моими друзьями и врагами и посмертной истуди моей жены? Сибир обезумела. Яд и страсть лишили ее рассудка, и, как вы видите, она даже не осознала, живет ли она или уже умерла. Что она вообще писала, в какую минуту доказывает страшное напряжение нервов, но меня лично это не касается. Ради Бога, не будьте столь жестокосердны, с грустью вас и кламавис. Для меня эти последние слова несчастные, измученные Сибиры, несказанно страшны и ужасны. Не ужели вы не верите в загробную жизнь? Нет, ответил я без запинки. Значит, для вас ее слова не имеют значения, как не имеют значения ее заявление, что она не умерла, а живет. И живет столь ужасно. Вы этому не верите. Кто верит бреду умирающего, сказал я. Как я говорил вам, Сибиры страдали одновременно от неудачной страсти и действия яда. В этих мучениях она писала, как в бреду. Не ужели невозможно убедить вас, торжественно сказала Мавис, неужели ваш ум так развращен, что не может признать, что этот мир лишь тень других миров, которые нас дожидают. Уверяю вас, как я теперь живу, придет время, когда эта ужасная наука будет внушена вам помимо вашей воли. Я знакома с вашими теориями. Ваша жена разделяла их. Однако она уверовала под конец. Я не буду спорить с вами. Если Сибилла не может вам открыть глаза на вечные истины, которые вы желаете отвергать, то ничто не убедит вас. Вы под влиянием вашего врага. О ком вы говорите, Мавис, просил я удивленный. О вашем враге, вашем враге, повторила она с энергией. Мне кажется, что его тень даже теперь стоит рядом с вами. Послушайте голос того света, голос Сибилла. Что она говорит? О Бог, помилосердствуй, я знаю, кто теперь требует моего поклонения и тащит в мир мучений и огня. Его имя. Ну что же, воскликну я стремительно. Ее рукопись на этих словах прерывается. Его имя. Луся Риманес произнесла Мави с дрожащим отволнением голосом. Я не знаю, откуда он явился, но призываю Бога свидетелям, что Риманес воплощение зла, демон человеческой оболочки, развратник и разрушитель. Его проклятие упало на Сибиллу с первого момента их встречи. Это проклятие лежит также на вас. Расстаньтесь с ним, расстаньтесь, пока спасение еще возможно. Пусть никогда более он не встретится с вами. Девушка говорила, задыхаясь, в сильном возбуждении, как будто кто-то заставлял ее говорить. Я смотрел на нее с удивлением, почти с раздражением. Такой образ действий невозможен, Мавис, сказал я холодно. Князь Риманес мой лучший друг. Никогда ни у кого не могло быть более достойного друга. Его верность была подвержена такому испытанию, против которого устояло бы немного мужчин. Вы всего не знаете. И в нескольких словах я передал ей сцену между Лусио и моей женой, коей я был свидетелем. Мавис выслушал выслушал меня с виден нежеланием, потом вздохнула и откинула со лба спустившуюся прядь волос. Мне очень жаль, сказала она, но это не меняет моих убеждений. Я считаю вашего друга за вашего злейшего врага. Мне кажется, что вы не сознаете всего страшного значения трагической смерти вашей жены. Простите меня, если я попрошу вас теперь уйти. Письмо Леди Сибила ужасно расстроило меня, и говорить о нем я больше не могу. Я жалею, что прочитала его. Она остановилась, в ее голосе послышались слезы. Видя, что ее нервы действительно разошлись, я сложил рукопись и полушутя обратился к ней. Итак, вы не нашли подходящие надписи для памятника? Мавис повернулась ко мне жестом величественного укора. Да, нашла, сказала она глухим но возбужденным голосом. Напишите от безжалостной руки разбитому сердцу. Это подойдет и к несчастной умершей и к живому человеку. Ее платье зашелестело, она прошла мимо меня и скрылась. Ошеломленный ее внезапным гневом и внезапным уходом, я остался неподвижен. Сен Бернар встал со своего места и подозрительно посмотрел на меня, как бы приглашая меня уйти. Минерва, как всегда, глядела на меня с бесстрастным несказанным презрением. Все безмолвные вещи в этом тихом кабинете будто возмущались моему непрошенному присутствию. Я смотрелся с грустью, как странник смотрит на убежище, в которое ему запрещено проникнуть. «Мавист похожа на всех женщин», сказала я в полголоса. «Она обвиняет меня в безжалостности и забывает, что согрешила Сибилла, а не я. Как бы женщина не была виновата, ей всегда удается возбудить хотя бы маленькую долю симпатии, а мужчина остается незамеченным и к нему применяют лишь холодное равнодушие. Глубокое чувство одиночества охватило меня в этой тихой мирной комнате. В воздухе витал запах лилий, и мне показалось, что все существо в Мавис должно быть дышит этим редким запахом. Если бы я только знал ее раньше и полюбил ее, пошептал я, выходя из дома, но я вспомнил, что ненавидел мисс Клер до знакомства с ней, не только ненавидел, но написал на ее счет анонимный Пасквиль, невольно давая ей перед публикой высшее доказательство таланта женщины, а именно зависть мужчины. Две недели спустя я стоял на палубе яхты, принадлежащей Лусио. Судно было построено под последней буквой науки, с такой роскошью, что не только я, но и все, которые видели его, не могли прийти в себя от восторженного удивления. Яхта отличалась чрезвычайно быстрым ходом и приводилась движения электричеством. Большая толпа зрителей собралась на набережную Сонгемптона, чтобы полюбоваться хотя бы издали красотой ее формы и внешности. Некоторые из более смелых причалили к ней в маленьких лодочках, надеясь, что им позволят осмотреть корабль. Однако матросы сильные смуглые молодцы принадлежащие по-видимому какой-то чуждой стране вскоре дали понять публике, что таковые посещения нежелательны. С развивающимся красным флагом при всех парусах яхта пламя снялась с якоря в тот самый день, когда ее владелица я, мы на нее вступили. Двигаясь невероятной бесшумной быстротой, она вскоре оставила за собою английские берега, которые постепенно сливаясь с туманом превратились в бледное видение призрачной страны. Раньше, чем покинуть родину, я совершил несколько легкомысленных поступков. Я подарил лорду Эльтону его прежнее имение вилос, не развлекая некоторое наслаждение из сознания, что расточительный аристократ обязан мне возвратом своих владений мне, писателю, презираемому как представитель низшей касты. Меня тоже радовала мысль, что дождь надорожного туза, чваня, снова приобретенным титулом графини, приедет в старый замок и будет прихорашиваться перед тем самым зеркалом, в котором Сибила следила за своей смертью. Не знаю, почему это так тешило меня, лишь ли я ничего против мисс исчезни не имел, она была невоспитана, но безвредна, и, пожалуй, и исполнить свою роль Кателена удачные Сибилы. В числе других распоряжений я отказал своему коммертинеру Морису и сделал его несчастным, навеки подарив ему тысячу фунтов на женитьбу и на начало какого-нибудь предприятия. Он положительно изгмущился, не решаясь ни на какое дело из боязни, что оно не принесет ему достаточно большие барыши. То же произошло и с сватовством, хотя он имел в виду нескольких невест. Он боялся ошибиться в выборе, настаивая преимущественно на том, чтобы его будущая супруга умела бы хорошо готовить и не была бы расточительна. Любовь к деньгам и страх потерять их наполнили горечью всю его жизнь, как это бывает нередко, и моя неожиданная щедрость взвалила на него так много забот, что лишила его сна и аппетита. Его затруднения однако не потревожили меня, и я не помог ему никакими советами. Остальных своих служащих я также распустил, щедро наградил их не ради их личной выгоды, а только для того, чтобы они хорошо обо мне отзывались. В этом мире единственный способ составить себе хорошую репутацию это широко заплатить за нее. До отъезда я заказал итальянскому скульптору памятник на могилу Сибилы. Английские скульпторы лишены всякого таланта, а я хотел, чтобы памятник был бы идеален. Он изображал ангела, готовящегося к полету, и лица ангела была в точности скопирована с портрета Сибилы. Как бы женщина не была порочна во время своей жизни, законы общественного лицемерия требуют, чтобы после смерти все смотрели на нее как на ангела. Как раз перед отъездом я узнал, что мой бывший друг Бофов скоропостижно скончался. Оказывается, что он пожелал лично отлить кусок золота из своей руды и надохнулся от ртутных испарений, вызванных этой операцией. А раньше это известие очень огорчило бы меня. Но теперь я не пожалел о своем друге. Я ничего не слышал о нем со дня получения моего неожиданного богатства. Карингтон даже не потрудился поздравить меня. Исполненный чувством собственного достоинства, я нашел, что с его стороны это было крайне грубо, и потому его смерть оставила меня вполне равнодушным. Вообще уже ничего не трогало меня, кроме самых близких личных интересов. Я никого не любил, так как нельзя было назвать любовью то чувство смутной привязанности, которое я испытывал по отношению Мавис к Клер. Говоря совершенно честно, эта привязанность была ничем иным, как желанием быть утешенным и обласканным ею. Возможность сказать свету, эта женщина, покрытая почестями и лаврами, любит меня, она моя, доставила бы мне удовлетворение. Из этого видно, что мое чувство к ней было высшей степени эгоистично. В это же время какая-то странная необъяснимая перемена произошла в моих отношениях с Лусио. Он очаровывал меня по-прежнему и по-прежнему я находился под его влиянием. Но как-то помимо своей воли я начал следить за ним и изучать его. Временами каждый взгляд князя казался мне многознаменательным. Каждый его жест был повелителен почти до наглости. В моем уме возникали неприятные сомнения, почти страх. Я жаждал знать о нем больше, чем знал и нибридко ощущал к нему внезапный прилив отвращения, который отталкивал меня от него и наполнял каким-то безотчетным страхом. Наедине с ним посреди широкого моря, отрезанным на время от всякого сообщения с кем бы то ни было, эти ощущения усиливались с каждым днем. Я начал замечать массу вещей, которые до тех пор оставлял без внимания. Нежеланное присутствие Амиэла, который служил на яхте в качестве эконома, вызывало во мне не только чувство неприязненной и какого-то нервного опасения. Смуглые отталкивающие лица команды стнились мне, как только я засыпал. И в один прекрасный день, облокатившись на перила судна и бесцельно глядя в безмерную он начал думать о таинственных чародействах Востока и о волшебниках, которые силой неизвестной нам науки заставляли людей терять собственную волю и действовать только по их наущению. Не знаю почему, эта мысль столь угнетающе подействовала на меня, но когда я поднял голову, мне показалось, что небо внезапно омрачилось, и лицо работавшего недалеке матроса носило почти угрожающее выражение. Я хотел было перейти на другую палубу, когда почувствовал руку на своем плече и, обернувшись, встретил прекрасные печальные глаза Лусио. «Путешествие надоело вам, Джеффри», сказал он ласково. «Вам притят эти представители вечности, бесконечное небо и бесконечное море». Человек невольно признает свое бессилие и ничтожество, когда находится на доске между воздухом и океаном. «Однако мы не снемся вперед с быстротой, которая только возможна при электрической силе. Вы даже не подозреваете, сколько узлов мы делаем в час». Я ничего не ответил, но взяв своего друга под руку, начал ходить с ним взад и вперед по палубе. Я чувствовал, что Лусио смотрит на меня, но сам избегал его взгляда. «Вы задумались о вашей жене?» спросил он наконец сочувственно. «До сих пор по причинам вам известным я избегал говорить о плачевной кончине столь прекрасного существа». «Но увы, красота и расстройство нервов частенько идут рука об руку. Если бы у вас была вера, вы думали бы, что теперь ваша жена воплотилась в ангела». Я резко остановился и посмотрел Лусио прямо в глаза. По его губам скользила легкая улыбка. «В ангела?» повторил я медленно. «Или в демона?» «Как думаете вы?» «Вы, которые иногда утверждаете, что рай и ад существуют?» Князь ничего не ответил. Таинственная улыбка все еще озаряла его лицо. «Говорите!» закричала почти грубо. «Вы можете со мной не стесняться. По-вашему Сибила ангел или демон?» «Дорогой Джеффри!» мягко ответил Лусио. «Женщина всегда ангел, как на этом свете, так и на том». Я горько засмеялся. «Если в этом заключается ваша вера, то я жалею вас». «Я не говорил вам о моей вере», ответил князь, холодно понимая блестящие глаза к темневшему небу. «Однако у вас есть вера», настаивал я, «И насколько я могу судить, странная вера. Помните, вы обещались мне когда-нибудь объяснить?» «И вы готовы принять это объяснение?» прервал он слегка насмешливым тоном. «Нет, дорогой друг, позвольте мне сказать вам, что вы не готовы. Мои верования слишком положительны, чтобы сталкивать их с вашим неверием, слишком реальны, чтобы уступить даже выражению ваших сомнений. Вы сейчас же начали бы говорить выдержки из Вольтера и Шопенгауэра, сопоставлять ваши мелкие коктейлинки теории моему глубокому знанию. Скажу вам лишь одно, что я верю в Бога, как в настоящее положительное существо. «Вы верите в Бога?» повторил я, глядя на него в изумлении. Он казался вполне серьезным, и я припомнил, что он всегда был таким, когда дело касалось Бога. «Посмотритесь», сказал Римонез, указывая на небо, «там наверху несколько облаков застевают миллионы миров, таинственных, непроницаемых, но тем не менее существующих. Там внизу, и он указал на море, скрываются тысячи существ, о которых современная наука еще не имеет понятия. Между этими пространствами непонятными, но неоспоримыми вы, мелкий атом с ограниченными способностями, стоите, не зная даже, сколько времени ваша слабая жизнь продлится, и надменно взвешиваете в вашем скудном уме вопрос, надо ли вам маленькому незрачному существу снизойти до веры в Творца или нет. Сознаюсь, что из всех поразительных видов, наполняющих Вселенную, этот вид современного человека больше всего поражает меня. А вы сами как смотрите на этот вопрос? спросил я. Я принимаю страшное знание, которое мне внушено насильно, ответил Лусио с грозной улыбкой. Я не утверждаю, что во мне нашли добровольного или способного ученика, и раньше, чем узнать то, что я теперь знаю, я страдал немало. Вы действительно верите вас? спросил я внезапно. И сатану злейшего выража человечеству? Лусио ничего не ответил. Он молчал так долго, что я посмотрел на него в изумление. Его лицо было смертельно бледно. Странная неподвижность взгляда придавала ему страшный, почти потрясающий вид. Наконец он обернулся ко мне. В его глазах выражалась бесконечная безжалостная мука. Он взял усилие и улыбнулся. Конечно, я верю в ад. Как я могу не верить в него, когда верю в рай? Если есть что-нибудь высшее, то должно быть и что-нибудь низшее. Если существует свет, то существует тьма. А что касается вечного врага человечества, то если все, что по него рассказывают верно, то во всей вселенной нет существа, достойнее его безграничного сожаления. Печаль миллиона миров, ничто в сравнении с печалью сатаны. Печаль, повторю я, но говорят, что всякое зло доставляет наслаждение. Это невозможно, тихо произнес Лусио. Наслаждаться злом невозможно. Это временная болезнь, кое подвержено исключительно человечеству. Для того, чтобы положительная радость возникла зла, хаос должен вновь возродиться и Бог уничтожить себя. Он приостановился, вглядываясь в темнеющее море, солнце уже село и между облаками одна бледная звезда тихо мерцала. Итак, я говорю опять печаль сатаны, печаль неизмеримая, как сама вечность. Только подумайте о ней. Быть отстраненным от рая в продолжении бесконечных столетий, слышать отдаленные голоса ангелов, которых он когда-то знавал и любил, блуждать в пустынном мраке и жаждать того небесного света, который в целые времена заменял ему воздух и пищу, и сознавать, что глупость человека, его элгоизм и жестокое сердце продолжают срок его изгнания, отстраняя его все дальше и дальше от прощения и покоя. Человеческое благородство может поднять падшего духа почти до уровня потерянных радостей, но человеческое распутство вновь тащит его вниз. Легка была пытка Сизифа в сравнении с пыткой сатаны. Неудивительно, что он ненавидит человечеству. Понятно, что он жаждет уничтожить это гнусное племя, жалея, что его одарили великим даром бессмертия. Можете принять мои слова за легенду, если хотите, Ивуся повернулся ко мне почти сурово. Христос искупил грехи человечества и своим учением показал, как человечество может искупить дьявола. Я вас не понимаю, сказал я, слабо изумленный горечью и страстью, коим не дышали его слова. Нет, однако то, что я говорю, довольно ясно. Если люди были бы верны своим бессмертным инстинктам и Богу, создавшему их, если мужчины были бы честны, щедры, бесстрашны, бескорыстны, почтительны и неэгоистичны, а женщины чисты, верны и нежны, не думаете ли вы, что под влиянием силы красоты такого мира Лицефер, сын, утра, воодушевился бы любовью вместо ненависти, что закрытые врата открылись бы перед ним, и что он, приближенный к своему Творцу молитвами чистых жизней, вновь овладел бы своим ангельским венцом. Неужели вы не можете этого понять даже в виде легенды? Конечно, в виде легенды это чрезвычайно красиво, и для меня, как я говорил вам раньше, совершенно ново. Но так как мужчины никогда не будут честными, и женщины чистыми, боюсь, что бедный дьявол имеет мало надежд на искупление. Вы правы, сказал князь, глядя на меня как-то насмешливо. Вы положительно правы. Принимая в расчет, как мала эта надежда, я уважаю сатану за то, что он взялся вечным врагом столь ничтожной расы. Он приостановился, потом прибавил. Как это мы дошли до такого пустого разговора? Он неинтересен, как неинтересны все духовные темы. Моя столь вовсе не спорить с вами насчет психологических явлений, а наоборот, помочь вам забыть свое горе и наслаждаться настоящим, пока оно у вас есть. В его голосе послышались сострадания и доброта, и я моментально почувствовал острый прилив жалости к самому себе, жалости, уничтожающей всякую нравственную силу. Я много перестрадал, сказал я, больше общего уровня людей. Во всяком случае, больше, чем миллионеры должны были бы страдать, объявил Луся с тем оттенком презрения, который слышался даже в его самых дружеских замечаниях. Говорят, что деньги заменяют для человека все. Однако, принимая в расчет ваше несметное богатство, надо осознать, что судьба жестоко и несправедливо поступило с вами. Полужестокая, полудобрая улыбка осветила его лицо, вызывая во мне уже испытанное чувство, не то отвращение, не то страха. Но все же, как очаровательно было его общество. Я не мог не признать, что путешествие с ним на яхте и его пламя было сплошным наслаждением. С внешней материальной стороны ничего не оставалось желать. Все, что могло благотворно повлиять на ум или воображение, было предвидено на этом чудном судне, несущемся по морю с легкостью волшебного корабля из сказочного мира. Между матросами нашлось несколько хороших музыкантов. В тихие вечера они выходили на палубу со своими инструментами и наслаждали нас самыми очаровательными мелодиями. Лусио сам пел довольно часто. Его сильный голос наполнял воздух такими чудными звуками, что казалось ангелы с неба должны были внимать ему. Постепенно мой ум пропитался отрывками этих грустных иногда диких песней. Я начал страдать необъяснимым ощущением угнетения и предчувствия неминуемой беды. Во мне являлась какая-то неуверенность в самом себе, как будто я потерялся в пустынном месте и призыв варен к смерти. Я терпел эти припадки умственного страдания наедине и временами думал, что схожу с ума. Со дня на день я становился более угрюмым и молчаливым и в день нашего прибытия в Александрию я уже ни в чем не находил ни малейшего удовольствия. Несмотря на то, что местность была незнакома, она нисколько не заинтересовала меня. Все казалось мне однообразным и незанимательным. Тяжелое почти литургическое бесчувствие угнетало мой ум. Так что коротенький переезд между Александрией и Каиром не вызывал во мне никакого интереса. Я с река стряпенов только когда мы перешли в чудную баржу, приготовленную для нас совсем современным комфортом, и начали медленно плыть по живописному Нилу. Желтая река санвила пробираясь между тростниками очаровала меня. Я проводил целые часы в откидном кресле, следя за высокими берегами, украшенными кое-где разрушенными колоннами и храмами давно погибших царств. В один чудный вечер, пока огромная золотая луна тихо поднималась над останками умерших веков, мне появилась странная мысль. Если бы мы могли воскресить перед глазами эти древние города, сказал я задумчиво, какие неожиданные картины развернулись бы перед нами. Современные чудеса цивилизации наверное показались бы нам ничтожными. Я почему-то убежден, что теперь мы лишь открываем то, что в старину уже знали. Луся вынул изо рта сигару, как-то пристально осмотрел ее, потом повернулся ко мне с улыбкой. Не хотите ли в действительности увидать погибший город, спросил он. Тут на этом самом месте шесть тысяч лет тому назад царствовал король не с королевой, своей содержанкой, в то время закон это допускал, которая была известна своей красотой и добродетелью. Цивилизация достигла обширнейших размеров, с одним из исключением, что она не переросла веру. Современная Франция и Англия превзошли всех своих предков в презрении ко всякой религии, в отвергании Бога, распутстве и богохульстве. Этот город, и Луся махнул рукой в направлении огромной пустыни, где высокие тростники грустно покачивались над развалившимся памятником, этот город был управляем почти исключительно сильной чистой верой своего населения. За правилом общества была женщина, фаворитка короля была похожа на Мавис Клер, в том, что обладала гениальностью. Кроме того, она была справедлива, разумна и преисполнена любви к близнему. Она составила благополучие этого города. Пока она жила, здесь был положительно земной рай. А когда умерла, вся здешняя слава исчезла с ней. Вот что может сделать женщина, и что она делает редко, предпочитая предаваться своим животным инстинктам. «А откуда вы знаете все это?» спросил я. «Я изучал древние пергаменты», ответил князь, «И читал то, что теперь оставляет без внимания. Вы совершенно правы в своем предположении, что все новое лишь старое, вновь выдуманное, вновь изобретенное. Если бы вы пошли далее и сказали, что настоящая жизнь большинства людей лишь продолжение прошлой жизни, вы были бы тоже правы. Если хотите, я могу прибегнуть к некоторым научным фокусам и показать вам этот город красоты. Так гласит его название в переводе. Я приподнялся с кресла и в изумлении посмотрел на Лусио. Его «Вы можете мне показать этот город, воскликну я, но ведь это совершенно невозможно». «Позвольте мне загипнотизировать вас», сказал князь с улыбкой. «Моя система гипноза своеобразна, но безошибочна. Обещаю вам, что под моим внушением вы увидите не только древний город, но и людей, живших в нем». «Мое любопытство было возбуждено окончательно и мне страшно захотелось испытать предложенный мне опыт. Однако я сделал вид, что не верю этому и не особенно интересуюсь видением». «Я согласен», засмеялся я, «однако не думаю, чтобы вам удалось уступить меня, у меня слишком развита сила воли». Луси улыбнулся насмешливо, «Но попробовать я не мешаю». Он встал немедленно и подал знак одному «Зима», сказал он повелительно, «мы проночуем здесь». Азима, восточный красавец в живописном белом одеянии, приложил руку к колбу в знак повиновения и удалился. Через несколько минут Даржа остановилась, вокруг нас старела таинственная тишина. Лунный свет падал на палубу, как струя разлившегося желтого вина. На далеком горизонте виделась одинокая колонна, величественно поднимаясь стоял передо мной. Он не двигался, ничего не говорил, но смотрел на меня пристально своими глубокими таинственными глазами, которые, казалось, проникали в мое тело и жгли его. Я был привлечен, как привлечена птица взором змеи. Однако я старался улыбаться и казаться равнодушным, но мои усилия были тщетны. Личное самосознание быстро ускользало от меня. Небо, вода, луна начали кружиться в каком-то бешеном водовороте, и я двинуться не мог. Железная сила приколила меня к месту. Потом внезапно, как мне показалось, мой взор прояснился, я вновь завладел собой. Послышался звук торжественного марша, и тут передо мной в полном лунном свете блестят тысячи огоньков с башен и далее засветился город красоты. Видение величественных зданий, обширных и великолепных бесконечных улиц, по которым шли толпы мужчин и женщин в белых и пестрых одеждах, усыпанных драгоценными камнями, чудных цветов, которые спадали с крыши террас, перекидываясь в иных местах через улицу, деревьев широких многолиственных, мраморных террас, спускающихся к реке, бледных лилий, растущих на самом краю воды. Все это предстало моим глазам под аккомпанемент отдаленной чудной музыки. Мне казалось, что я стою на палубе судна в многолюдной гавани, и что передо мной расстилается длинная аллея, кончавшаяся площадью, где мравованные боги и вычурные гранитные звери безмолвно глядели вперед, где фонтаны били серебристым сияние луны, и слышался сдавленный говор тысячной толпы, смыющей взад и вперед, как пчелы в ульи. Налево я видал огромные бронзовые ворота, хранимые величественными сфинксами, а за ними был расположен сад, из глубины которого долетал голос с девушкой, поющей что-то странное, таинственное и чарующее. Между тем звук марша, который я расслышал с самого начала, приближался. Через некоторое время я видал длинную процессию людей, несущих горящие факелы и яркие цветы. Впереди шествовали жрицы в блестящих хитонах, вышитых драгоценными камнями. Они направлялись к реке. С ними были маленькие дети, а немного позади девушки в длинных белых вуалях, увеченные розами. Медленно шагали, покачиваясь серебряными сосудами, напомненными духами. За ними, окруженные рабами и служителями, шел сам царь города красоты. я узнал в нем властелина по его величественному виду и хотел было присоединиться к рукоплесканиям восторженной толпы, но остановился в этом белоснежном паланкине, обитом душистыми лилиями. Кто скрывался? Страстное, жгучее любопытство возгорелось во мне. Я следил за этой белой ношей со всеусиливающимся интересом и увидел, как жрецы расположились полукругом на берегу реки с королем посередине, как толпа вокруг теснилась и гудела. Потом послушался барабанный бой и свист флейт и освещенный ярким пламенем факелов белый паланкин спустился на землю. Женщина, одетая в какую-то серебристую лучезарную ткань, вышла из него как сальфида, выходящая из морской пены. Но густая вуаль покрывала ее. Я не мог различить ее лица. Это последнее обстоятельство напомнило меня досадой. Если бы я только увидел ее, мне казалось, что перед мной откроются неведомые тайны. Откинь, откинь покров дух града красоты, молил я внутренно. Я чувствую, что в твоих глазах я узнаю тайну счастья. Но покров не был откинут. Музыка продолжала греметь, оглушая мне уши. Яркий свет и пестрые цвета ослепляли меня. Я почувствовал внезапно, что падаю в какую-то бездну и гонюсь за месяцем, летевшим передо мной на серебристых крыльях. Потом звук знакомого баритона, напевающего известного переточной шансонетку, почти испугал меня. И через минуту я пришел в себя и увидел перед собой Лусио, лениво раскачивавшуюся в кресле. Ночь была по-прежнему безмолвна, берег пустынный, и наша баржа неподвижна. И с безумным криком я бросился к нему. «Где она?» воскликнул я. «И кто она?» Князь посмотрел на меня молча, и так же молча отстранил мои руки. Я отшатнулся, изумленный, дрожа всем телом. «Я видел все», пробормотал я, «город, жрецов, короля, все, кроме ее лица. Отчего это лицо было скрыто?» И непрошенные, необъяснимые слезы навернулись у меня на глазах. Луся следил за мной, как бы забавляясь моим волнением. «Вы положительный клад для шарлатанов», сказал он шутливо. «С вами можно проделать какие угодно фокусы. Немолетное видение, вызванное мной, оставило на вас чересчур глубокое впечатление. Вы этим хотите сказать, начал я серьезно, что все, что я только что видел, было внушено вами?» Безусловно. Я знаю, какой был город красоты, и потому мог создать полную картину, которую представил вашему умственному зрению. Ведь у вас, как и у всех, есть умственное зрение, хотя никто не занимается им. «Но кто была она?» повторил я упорно. «А она, как вы выражаетесь, даже была фавориткой короля. Если она закрыла от вас лицо, мне очень жаль, но право я не виноват. Идите спать, Джеффри, у вас растерянный вид. Видения влияют на вас плохо, однако вы сами знаете, что они лучше действительности». Я не знал, что ответить. Резко отвернувшись от него, я сошел вниз, в надежде, что усну. Но мой ум был окончательно возбужден, и знакомое чувство страха еще сильнее обыкновенного начало мучить меня. Мне показалось, что я уже не имею воли, что сверхъестественная сила командует мною, влечет вперед и толкает в неизмеримую бездну. Это ощущение было высшей степени неприятным. Временами оно заставляло меня избегать взгляда в Лусио. Я положительно дрожал перед ним, на такой степени его присутствие угнетало меня. Это чувство не было вызвано исключительно видением древнего египетского города. С каждым днем обращение князя все более беспокоило меня. Если в моих чувствах к нему происходила перемена, то и в его чувствах ко мне по-видимому происходила такая же. Его повелительные манеры стали еще более повелительными, его насмешки более едкие, его презрение к человечеству подчеркивалось и повторялось чаще. Однако временами я восхищался им по-прежнему, наслаждался его разговором умным, циничным и забавным и не мог представить себе существование без него. Мои мрачные мысли тем не менее усугублялись. Наше плавание по Нилу прикило мне, так что на половине пути я уже жаждал возвращения. В луг ссоре неожиданное обстоятельство еще усилило мое желание прекратить это путешествие. Мы пробыли там несколько дней, изучая местность, где шли подкопные работы по отысканию древних могил. Как-то раз рабочие наткнулись на красный гранитный саркофаг, великолепно сохранившийся. В нем был богато разрисованный гроб, который открыли при нас, а в борьбу лежала роскошно убранная мумия женщина. Выйси оказался знатоком иероглифов и вкратце перевел нам историю вырезанную в крышке гроба. Это танцовщица двора королевы Амин Артис, объявленные остальным зрителям, собравшимся вокруг саркофага. Как последствия своих бесконечных грехов и тайного разврата, она умерла от яда, которую по приказанию короля должна была принять собственноручно в присутствии хранителей закона. Такова в кратких словах история этой женщины. Конечно, я не передаю вам всех подробностей. По-видимому, ей было только 20 лет. Ну, что же, Илуси окинул нас блестящей улыбкой. Мы можем поздравить друг друга с прогрессом нынешнего времени. У нас грехи танцовщи не принимаются в расчет. Не посмотрите нам, на что она была похожим. Местные авторитеты не воспрепятствовали этому плану, и я, который никогда не видал разоблачения мумии, стыдил за происходившим с неподдельным интересом. А одно за другим отпадали душистые покрывала, и нашим взором предстала прядь золотисто-каштановых волос, после чего бережно приступили к открытию лица. Причем Луся сам начал работать. Когда все было кончено, нечто вроде омерзения и страха сдавило мне горло. Хотя черты лица были твердые и сухие, как пергамент, их очертание осталось невредимым. Я закусил губы, чтобы не закричать «Сибила!» До такой степени мумия была похожа на нее. Легкий, полудушистый, полугнилой аромат могильных тканей бросился мне в голову, и с чувством тошноты я отшатнулся и прикрыл глаза. Невольно я вспомнил запах французских духов, наполнявших воздух в комнате, где я нашел мертвую жену. Теперь истин запах был совершенно такой же.